День начинался, как ни в чем не бывало, пока не произошло одно «но». После такого инцидента я сразу же поехал на рынок. На рынке потратил кругленькую сумму. Очень дорогие нынче железки. А купил я две трубы 30х30 двухметровые, шесть труб 25х25 двухметровые, пару кусков арматуры и метр пластины. Сразу же приступил к делу. Трубы 30х30 разметил по всей длине, оставив в середине 1 см. Вооружившись очками и наушниками, начал пилить. Пилил долго и усердно. Пока не выпилил кусок железки. Все лишнее собрал, снял и выкинул в помойку. После того, как выпилил эти фрагменты, решил проверить проходимость одной трубы в другую. Все пролазит со свистом, и это хорошо. 30-ю трубу в сторону. Начал работать с 25-й трубой. Установив ленточный станок, напластал на куски по 50 см. В то же время взял пластину и напилил на куски по 5 см, под углом 60 градусов. Теперь длинные отрезки сращиваю с маленькими 5-сантиметровыми кусочками. По итогу сварочных работ получилось вот так. Еще раз проверяю на проходимость одной трубы в другую. Все идеально. Так, становится очень мало места. Выгоняю свой К-700 и располагаюсь на полу гаража. На местном металлоломе нашел еще пару труб размером около полутора метров. Сделав их равными, приварил по двум краям уже готовых направляющих железок. Из той же пластины сделал еще 4 кусочка. И в них сделал отверстия. Они будут служить как петли для того, чтобы висеть на стене. Вторую деталь сделаю из 25-й трубы. Выставил угол 45 градусов и распилил на 4 отрезка по 70 см. Разложив все на столе, собрал из этих отрезков два угла и полуавтоматом сварил. Наложив сверху еще одной трубой, вымерил оставшийся отрезок. Примеряю, прикидываю, намечаю. Соединяю 2-х метровыми 25-ти миллиметровыми трубами. Соблюдая все правила геометриста, делаю угол 90 градусов. Такую же геометрическую процедуру сотворяю со второй стороны. Трехугольная трапеция готова. Теперь прикладываю к своим направляющим. В местах, где две детали будут соприкасаться, делаю метки маркером. В этих местах с помощью болгарки делаю углубление 1-1,5 см. После того, как сделал углубление, в четырех местах снова прикладываю и свариваю вместе надежной сваркой. Самое время проверить на надежность и на работоспособность конструкцию. Ммм, да, не то чтоб не совсем то, что не нужно, но работать эта конструкция полностью отказывается. Решено, переделаю. В итоге сделал направляющую одну по центру, также сделал одну рельсу, также по центру, на своей треугольной трапеции. Собираю в единое целое и привариваю два отрезка по 2 метра по бокам направляющих. Но теперь пора проверить, заработает или не заработает столь важная конструкция. Первоначальное изделие примеряю в стене, делаю надежное сцепление с кирпичом, так, чтобы выдерживала слона. Треугольную трапецию всовываю в направляющее место и с самого низа фиксирую все болтом. За кадром сделал лебедку к этой конструкции, зацепив ее по центру. Ну а теперь проверяю работу, нагружая ее колесами R20 и поднимая под самый потолок. Работает идеально. Что еще нужно, чтобы хранить колеса в межсезонье? После подъема фиксирую в двух местах штырями, подстраховываясь, так сказать. Но если нужно, то опустить не заставит никакого труда. Надеюсь, сегодня был полезен. Всем пока-пока, до скорой встречи! Субтитры подогнал «Симон»!